Представители четырёх национально-культурных объединений края за одним столом, без малого часа, максимально откровенного диалога с региональными журналистами. Основная цель – понять, как жить дальше, бок о бок, на многонациональной Ставропольской земле. И снова в центре внимания – инцидент в Минеральных водах. Хотя национальный подтекст в конфликте исключают и силовики, и краевые власти, и сами национально-культурные объединения, находятся те, кто пытается сыграть на специфике региона и разжечь вражду. Для того, чтобы объяснить жителям нашего края, и не только края, что национальный вопрос или подоплёка национальная в этом деянии преступном отсутствует, вот для этого сегодня мы здесь на месте. Мы уже неоднократно и до этого собирались, и губернаторам было озвучено, что национальный вопрос отсутствует. А если кто-то хочет придать окраску, ну я думаю, что правоохранительные органы и власть разберётся. Мы сейчас предполагаем на сегодняшний день, что там идёт, вернее, вот эти события трагические произошли, ну так, как мы сейчас называем в своём кругу, это криминальная коррупционная составляющая. То есть были и есть определённые факты, мы, поверьте, тщательно разбирались, со многими встречаемся. До сих пор, сейчас вот у нас, сейчас часть наших представителей там находится, там действительно, как бы вот на первый взгляд, вот такая ситуация происходит. Понимаете, есть ситуация, что в определённых сферах, ну нету вообще какого-то понятия национальности. Собравшиеся также выразили соболезнования семье погибшего Анатолия Ларионова и выразили поддержку политике главы региона, который жёстко и чётко обозначил свою позицию относительно минераловодского инцидента. Между тем, как подчеркнули участники брифинга, у национальной общины есть все возможности воздействовать на молодёжь, настроить её жить в мире. И все объединения ведут активную профилактическую работу с подрастающим поколением. Встречи со студенчеством, школьниками, разъяснительные беседы, культурно-массовые мероприятия. Если кто-то там нарушает или себя неправильно, неподобавшим образом ведёт, решили для себя просто извешать об этом родителей дома. Но для них хуже наказания как бы нет, когда родители будут знать там, да, о его драке или неправильном поступке, или нехорошем поступке, или плохой в учёбе. Такая же работа ведётся. Можем проводить межнациональные спортивные мероприятия, фестивали проводим. Недавно одним из активистов армянской диаспоры, молодым человеком, был проведён за свои средства борцовский фестиваль. Он сам борец, он провёл этот фестиваль за свои деньги, собралось 18 приезжих команд. Очень всё хорошо произошло, без всякой помпы, без всякой рекламы особой. Вот это надо рекламировать, этим надо заниматься. Также, как отметили участники встречи, хорошим подспорьем в вопросе гармонизации межнациональных отношений может стать Дом дружбы, который недавно открылся в краевой столице. Кира Рогожина, Николай Попов, Ставропольское телевидение.